Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А когда падают ленины, грезит, как через годы на их месте будут ставить памятники ему. Вряд ли. Скорее где-нибудь на Кипре, в Швейцарии или еще где-то в странах, чьим гражданином он является. Теперь он ведет своих людей в парламент, чтобы и дальше пожирать страну. Тех, чьи преступления настоящие герои Украины не простили бы никогда. Тех, кто будет бороться не за Украину, а за его бизнес. Это сотня привата. Он бы и сам не прочь получить депутатский значок. Но его в парламент никто не пустит. Ведь сначала пришлось бы порвать все свои паспорта, кроме украинского. Вы что, не смотрите телеканал Интер? Левочкин перечислил там все паспорта, кроме мальтийского. Мальтийского нет. А какие у вас паспорта нет? Кроме украинского? Да. Израильский и кипрский. Но отказываться от них он не собирается. Боится. Ведь куда тогда бежать? Поэтому он ведет своих людей в парламент. Ему не важна ни Украина, ни патриотизм. Ему важны деньги. И за них он готов продать все. Несколько месяцев губернатора Днепропетровщины дурачил псевдо Павел Губарев. Россиянин, похожий на лидера сепаратистов, выдавал себя за него, общаясь с Коломойским по скайпу. Поверив, олигарх разоткровенничался. И это показал кремлевский пропагандистский канал. Оказывается, он поддерживает террористов. Сказал, что в ДНР все-таки нормальные ребята. А как все знают, что в ДНР? Все, кстати, очень симпатизированы. Да ладно, серьезно? Да, правда, потому что вы за свой дом показали, что живут киево. Пока на Востоке убивают наших солдат, Коломойский предлагает террористам места в парламенте. Ваше стоящее слово, последняя дата подачи документов в ЗВК. И надо как-то этот процесс, чтобы вы инициировали, даже если до встречи, чтобы вы тогда, что, ну, ваше требование, чтобы вы участвовали, ну, от вас участвовали в ВВР. Поможешь там на кругах, когда на той территории, которая контролирует. Это все равно минимум 20 месяцев. Ну, это в процентах-то мало. А какая разница, сколько процентов? Один человек может стоить 20 лет. У вас же боевые ребята. Ну, не п***ься. Ну, ты берешься на эти сутки? Это он о тех самых боевых ребятах, которые убивают наших солдат. И их жизнями вот так вот торгует. А вот, что он думает о сбитом Боинге малазийских авиалиний. А с Боингом че? Смысл? Ну, че Порошенко-то думает? Порошенко, дудок. Ну, вот. Пойду, по-моему, вот так что-то. Ну, случайность получилась, когда я на тюрьму специально не делал. Ну, я уверен, что это ваше хорошее. Я перестану, что ты застарал. Вряд ли он скажет, что это монтаж. Или что он играл в некие игры. 298 погибших. Для него это нормально. Ничего страшного. Ничего страшного, что там погибли дети. Нормально, ничего страшного. Ему нужна власть, чтобы защищать свои преступные схемы. Для страны ни олигарх Коломойский, ни его бизнес-группа не сделали ничего. А страна дарит ему миллиарды. Теперь в лице премьер-министра Арсения Яценюка. Пока он просит украинцев затянуть пояса, приват успешно выкачивает государственную нефть на 8 миллиардов гривен. Кабмин схему покрывает. Ведь именно Коломойский – главный спонсор премьерской партии «Народный фронт». Пока волонтеры собирают деньги на спальники и теплую одежду для солдат, замминистра энергетики Игорь Диденко разрабатывает схему, как узаконить кражу нефти. Он предлагает переработать сырье ценой в 8 миллиардов на заводе Коломойского, Кременчудском НПЗ. Но по цене 15-летней давности, в 20 раз ниже рыночной. При рыночной цене нефти 11,5 тысяч средняя, как минимум, за тонну, господин Диденко предлагает оценить эту нефть в 500 гривен, то 11 тысяч гривен – это, по-моему, достаточная сумма для того, чтобы получить просто 3 года срока без всякого суда и следствия. На одной тонне. А этих тонн у нас аж 600 тысяч на сегодняшний день в балансе. А дешевый бензин продадут уже по нынешним – 18 гривнам за литр. В кабинете министров на это закрывают глаза. Только бизнес и ну его флаг, герб и страну. Откровенно направлено на лоббирование интересов финансово-промышленной группы. Все действия, которые сейчас предпринимаются, они похожи на действия временщиков, которые хотят как можно быстрее набить собственные карманы, чтобы не повторить судьбу их попередников. В Европе за такие махинации правительство немедленно ушло бы в отставку, а премьер – в тюрьму. Но наш идет в парламент и тащит за собой министров и целого спикера. Вместо того, чтобы вернуть стране 8 миллиардов гривен, он строит стену на границе. Видимо, премьеру не доложили, что террористы используют не плоскогубцы, а грады. Его стена – очередной пиар. Теперь уже не стена, а какой-то ров, канава. Его народный фронт – это фронт против украинского народа. Фронт, где он будет бороться за новые и новые миллиарды для своего спонсора – группы «Приват». Пока людей кормят пустыми обещаниями о реформах, группа «Приват» не без помощи правительства успешно выводит деньги на Кипр. За последние два года «Укрнафта» заказала услуг на 2 миллиарда 400 миллионов гривен. У некоего предприятия – Карпатское управление геофизических работ. Но никаких работ никто, конечно же, не выполнял. И налоги в бюджет не платил. Кто-то просто успешно вывел деньги. На сегодня есть подозра, что посадовые особи публичного акционерного товариства Карпатское управление геофизических работ проводили господарские операции с предприятием, которое имеет знаки эффективности. В соответствии, формировались валовые потраты и податковый кредит. Группа «Приват» уже давно терроризирует и тысячи простых украинцев. Вешать долги – любимое занятие олигарха Коломойского. 20 лет предприниматель из Прикарпатия Любов Грынок строила бизнес. В этом маленьком селе у нее аптека, отель, магазин и даже газета. И вот звонок из «Приватбанка». Позвонила женщина, представила, что она из «Приватбанка». И спросила, если я подтверждаю платеж на сумму 6200. Кто-то открыл на ее приватовской карте кредитный лимит. Да и не на 6, а на 106 тысяч гривен. Мы никогда не обратились ни в письмовом, ни в усной форме, ни в электронном выгляде про надание кредитного лимита. Все деньги сразу же кто-то снял в Днепропетровске. Любовь уверена, банк просто передал ее данные жуликам. Теперь женщине угрожают коллекторами и считают пеню. Милиция разводит руками. А вот жительница Бердянска Ирина Кашица. Она хорошо знает, что такое террор. В 2007-м она взяла в «Привате» кредит на 75 тысяч гривен. Но через несколько дней долг заставили пересчитать в доллары. А курс упал в два раза. Они нас заставили перевести эту гривну в доллары. У нас выхода не было. Ну, обманным путем. Они, наверное, знали, что доллар начнет подниматься. И доллар, естественно, начал подниматься, и все. Женщина платила сколько могла, но банк не дал ни рассрочки, ни поблажек. И вот на днях ее просто выбросили из квартиры без суда и следствия. Негде жить. Мы вот двоем с сыном. Сами тянули эту квартиру. Все, мы на улице. Нам даже негде идти. Некуда идти просто. Мы остаемся бомжами. Обман, воровство, похищение людей, отжим собственности. После революции владелец «Привата» вновь почувствовал себя в лихих 90-х. Саранча. Именно тогда он сколотил свой бизнес. Еще в конце 80-х многие в Днепропетровске знали мелкого торгаша Коломойского. Тогда он возил из-за границы телефоны, кроссовки и спортивные костюмы «Адидас». Именно за свою хитрость получил прозвище «Беня» в честь героя рассказов Исаака Бабеля, известного одесского бандита. Но еще тогда он быстро понял – во вьетнамских кроссовках далеко не убежишь. В его руки переходили горно-обогатительные комбинаты, заводы, добывающие предприятия, сети заправок. Тогда же основал и «Приватбанк». Но пока он получал доходы, другие получали пули. «Руки по локоть в крови» – так отзывались о Коломойском. В лондонском суде олигарх Константин Григоришин открыто обвинил его во внезапной смерти сооснователя «Приватбанка» Леонида Милославского. Именно Коломойскому могла быть выгодна и загадочная смерть министра транспорта Георгия Кирпы. А в 2005-м от пули погиб глава Днепропетровского отдела по борьбе с организованной преступностью Эдуард Шевченко. Он активно расследовал дела группы «Приватбанк». Был убит и зампред Центробанка России Андрей Козлов. Он знал о том, как через «Приватбанк» в России отмывали криминальные деньги. И он не изменился. Мы уже рассказывали, что именно его считают заказчиком бойни в Одесском доме профсоюзов. 48 человек тогда погибли вовсе не из-за политических разногласий. Они погибли из-за бизнеса. Одесса для группы «Приват» – это порты и выход к морю. А люди? Людей ему не жалко. Вот как Игорь Коломойский прокомментировал эту трагедию. Всякое бывает. Ну ничего, люди подрались. А дурманиной манией величия, кажется, он уже по уши вошел в образ того самого Бенни Крика. Блюда, никак не напиздишься. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Слушай, не видишь, я тебя звоню. А вот и недавняя беседа с беглым сундуком Януковича Курченко, который вывез из страны миллиарды и на которые теперь претендует Коломойский. Скажи ему, что если он будет ходить против меня, что-то, блядь, голосовать, то я ему, сука, блядь, этот депутатский его значок, блядь, засунула. А можно, что плюсы про меня не показывали ничего плохого? А тут же абонентское заплывание закончилось. Ну, так и не показывали, когда оно еще было. Контракт с плюсами не продлел. А вот давний разговор с Геннадием Кернесом. Тот же Рэкет. Он требует от него закрыть невыгодный для бизнеса привата супермаркет в Харькове. Игорь Валерьевич, можно в новом году меня простить, я совершенно не смог сделать, и давайте мы начнем. Нет, нельзя. Видите, Геннадий Адольфович тоже меня послушался в какой-то прислушался к моим словам. А вот она не прислушалась. 27 августа в своем загородном доме нашли труп бывшей главы фонда госимущества Валентины Семенюк. Первая версия – самоубийство. Женщина якобы выстрелила себе в голову из охотничьего ружья. А вот Валентина Семенюк за две недели до гибели. Недавно убили мэра Кременчуга. Почему его убили? Потому что он стал вопрос, чтобы Коломойский платил за Укртакнафту и проводил модернизацию этого предприятия. А он убил его только потому, что его убили, только потому, что он поставил вопрос о экономической безопасности именно территориальной громады. Она была уверена, именно Коломойский разжег конфликт на Донбассе и хотела рассказать больше. Через две недели Семенюк не стало. В милиции это уже расследуют как умышленное убийство. Лишь испугом после того злополучного сюжета отделался и глава антирейдерского союза Украины Андрей Семедитько. Он тоже раскрывал схемы Коломойского. Через пару дней после гибели Семенюк ему прямо в центре Киева сожгли автомобиль. Напрягает немного совместное интервью с Семенюк по деятельности привата Коломойского. Мы продолжили все равно и по Татнафте информировать общество о ситуации, которая занимается, чем занимается приват. Очевидно, все-таки действия разворачиваются дальше. Это уже предупреждение о том, чтобы не комментировали и не лезли в тему. Коломойскому удалось одурачить многих, кто поверил, что он патриот. Других, как Кернеса или Яценюка, он купил. Но тех, кто говорит о нем правду, он ненавидит. И убивает. Его схемы не скрыть, кому бы и сколько он не заплатил. Именно поэтому теперь он ведет Верховную Раду своих людей. Надеется, что они его защитят. Вот она, команда его мечты. Они идут в Раду за мандатами для своего босса, чтобы он и дальше мог грабить страну, выводя деньги в офшоры. Премьер Арсений Яценюк, спикер Турчинов, Сергей Пашинский, Николай Княжицкий, мэр Львова-Садовой. И многие-многие другие. И мы обязательно расскажем, кто и зачем идет в парламент. Продолжение следует.